На самом деле, можно сказать, что за прошедшие полгода российские войска взяли под контроль довольно большую площадь. Они продвигаются медленно, но методично и неумолимо. Потому что каждый раз, когда они берут под контроль территорию, они уже ее не оставляют. И здесь, в некоторых районах, продвижение было небольшое и давно, несколько недель назад. Но за последние дни, особенно в этой области, Россия начала или даже продолжила наступательные действия или пробные атаки. Но чего не происходит, хотя украинцы об этом говорят месяцами, так это большого наступления, чтобы вернуть себе Херсон. Но этого так и не случилось. И я много раз говорил иногда и на этой передаче, у них нет на это сил. Потому что им приходится удерживаться здесь, но сейчас вы видите также в Сумах, вверху, вокруг и здесь, справа утром было около 200 ракетных пусков по всей Харьковской области. Видите, Россия наращивает здесь количество огневой мощи, и, вероятно, самое примечательное здесь то, что за последние 24 часа были сообщения о российской вооруженной колонии, которая выезжает отсюда в Донецкую область. Это самое современное вооружение, и, возможно, в ближайшие дни мы увидим другое, более масштабное наступление именно там. Россия хочет продолжить суклопутный коридор по Украине в портовые города, так? Да, и в основном у них это уже получилось. Но вот в чем главная опасность, если они продолжат наступление вот по этой линии Северск-Солидар-Бахмут, то здесь есть справа пара городов, Славянск и Краматорск, последние оставшиеся крупные города на севере Донбасса, так вот, и если они их возьмут, то смогут ударить по Харькову с трех разных направлений, или же пойти вот сюда на юг, и, возможно, взять Николая. Так что вооруженных сил Украины по-прежнему много рисков.